МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале Кагановского футбола он выступал за местная торпеда в Ростове за «Рассимаш» и «Легитар-Скар», с которым в 1966 году стал съеменным призером чемпионата СССР. В 1964 году составить сборный Советского Союза стал съеменным призером чемпионата Европы. Просим вас почти память Юрий Шипурова минутное молчание. В этом туре команда «Форте» гостила у одного из лидеров нашей зоны. Хозяева поля команда «Кубань-Краснодар» вместе с еще двумя представителями Краснодарского края «Кубань» холдингом из станицы Павловской и новороссийским черноморцем ведут борьбу за единственную путевку в футбольную национальную лигу. В пяти последних турах «Кубань» одержала пять побед и не проиграла на своем поле ни одному из соперников. Однако наши футболисты начали встречу без тени смущения перед лидером. Игра шла на равных. Команды поочередно пытались атаковать ворота друг друга, но нанести завершающий удар ни гостям, ни хозяевам поля не удавалось. На седьмой минуте встречи краснодарцы создали опасный момент в штрафной площади «Форте». Нашим защитникам удалось ликвидировать угрозу. Но главный судья матча Анастасия Пустовойтова, определив нарушение правил, указала на 11-метровую отметку. Однако капитан команды хозяев Хасан Мамтов не смог переиграть нашего вратаря. Успех Дениса Сафронова вдохновил таганрожцев. Наша команда провела несколько атак, но, к сожалению, ни одна из них не стала результативной. А вот хозяева поля, неспешно перейдя в атаку, длинным пасом направили мяч в штрафную площадь на Элю Грузнова, который головой сбросил его на Алексея Шульгина, и тот, не дав мячу опуститься на землю, колотил его в верхний угол ворот «Форте». 1-0. После пропущенного гола наша команда смогла ответить лишь одной быстрой атакой, которая завершилась хлестким ударом Ираклия Логуа, но вратарь хозяев на месте. Затем краснодарцы полностью перехватили инициативу, создавая один за другим голевые моменты у ворот гостей. Опасный удар головой Саслана Токазова отражает Денис Сафронов. Мощный удар капитана краснодарцев сотрясает перекладину ворот. После дальнего удара крайнего защитника кубанцев Рыбина мяч проходит над перекладиной. А минутой позже удар со штрафного от того же Рыбина приходится в выстроенную таганрожцами стенку. Удачной для хозяев поля стала 44-я минута встречи. Поданный с углового мяч после нескольких касаний и рикошета влетел в ворота «Форте». 2-0. С таким счетом завершился первый тайм. Второй тайм начался атаками краснодарцев, стремящийся увеличить свое преимущество в счете и гарантировать получение таких необходимых в борьбе за лидерство в зоне трех очков. Близок к достижению цели был нападающий кубани Алексей Шульгин, но его удар пришелся в перекладину ворот «Форте». Мяч отскочил в поле, и атака хозяев продолжилась вторым темпом. Удар Владимира Алабкарева отразил наш голкипер Денис Сафронов. В ответной атаке Максим Гайдуков вошел в штрафную площадь хозяев поля и пробил, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот. А через несколько минут уже краснодарцы могли увеличить счет со штрафного, но Антон Орлов отправил мяч над перекладиной. Таганожцы ответили быстрой атакой, завершил которую ударом метров с 20 Адам Датхужев, но мяч попал в ногу защитника и ушел на угловой. А на 80-й минуте Азамат Гурфов принял мяч в штрафной площади гостей после стольного прохода Алексея Шульгина, обыграл защитника и с левой ноги пробил под перекладину. 3-0. Несмотря на крупный счет, футболисты «Форте» продолжали атаковать в надежде на гол престижа. А футболисты «Кубани» шли вперед в надежде победить с более крупным счетом. Уже в добавленное арбитром время таганружцы могли размочить счет. Мог отличиться Ярослав Краснов, но находясь в метре от ворот не попал по мячу. А уже перед самым финальным свистком после удара Александра Маргунова мяч задел ногу Артура Малаяна и угодил в стойку ворот «Кубани». Итак, победа краснодарцев со счетом 3-0, которая позволила им единолично возглавить турнирную таблицу зоны юг 2-го дивизиона. Субтитры создавал DimaTorzok